Омнамасте, дорогие друзья! Дорогие друзья, сейчас будет монолог. Прощальное письмо девушке. Задача какая? Задача, которая, я считаю, очень важная. Когда мы прощаемся с человеком, с которым мы строили отношения, но они не удались. Мы должны сделать эти прощания культурные, по-человечески, чтобы расставшись, у нас не было претензий друг к другу. Как очень важно расстаться, не имея претензий, так же, как и не имея привязок. Поэтому для того, чтобы мы экологично могли расстаться на процессах всех разных этапов развития отношений, от знакомства до помовки, на любом из этих этапов, знакомства, выбор, эксклюзивные отношения, букетно-конфетный период, этап глубоких отношений, помовка, ну и свадьба. И вот до свадьбы мы можем экологично, имеем право расстаться с нашим избранником, при этом, чтобы мы могли остаться чистыми и выйти плавно из предыдущих отношений, из этих отношений, которые не удались, не быть привязанным, экологически чистым. Поэтому мы должны соблюдать дистанцию, говорить, общаться на «вы», не открывать свое сердце, не залипать на чувства, иначе будут проблемы. И когда же вы поняли, что вы друг другу не подходите, просто красиво расстаться, красиво, подружески поговорить друг друга за то, что вы дали опыт друг другу, то, что вы помогли друг другу найти новый опыт, новую возможность опознать себя, испытать свои чувства, увидеть все то новое, что ты не видел в себе раньше. Каждый партнер, который общается с нами, это что? Наше зеркало. Прежде всего, это зеркало наше, которое отражает те проблемы, которые есть у нас. И вот тот человек, который согласился быть тренером для вас, это тяжелейшая работа. Мы обоюдно, да, мы тренируем его, он тренирует нас, мы учитель для партнера, он для нас учитель и ученик одновременно. Тем не менее, без партнера мы бы не смогли отработать свои качества, да? Поэтому мы должны поблагодарить, поблагодарить этого человечка за то, что он так любезно согласился нам помочь отработать те качества, которые нам нужны, да? Которые мы не видели в себе сами. Покоряясь тут, настраиваясь с этим камерой, тадам! И вот так. Значит, мы должны, когда вы поняли, что вы не подходите друг другу, что нужно сделать, нужно красиво расстаться. Время не затягивать, потому что время у вас бесценно, окей? Вы помните, что на этапе выбора у вас еще есть список, там, 10 человек, например. Сколько у вас там получилось? Чем больше, тем лучше, да? У вас есть списочек, и с этого списочка вам нужно выбрать того наилучшего партнера, который вам подойдет для дальнейших ваших отношений. И вы должны это сделать. Это, то есть, настраивать камеру, как она все туда-сюда, вот так вот, понимаешь, да? Окей, если подойдет, то поближе и сюда поближе. Паузу сделаем. Хорошо. Эй. All right, guys. Namaste. Итак, продолжаем. Значит, и так, 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 мы, значит... Вы поняли, что вы не подходите друг другу, вам теперь нужно проститься. Как это сделать? Ну, значит, нужно поговорить, нужно откровенно сказать друг другу, там, Вася, Маша, слушай, я понимаю, что у нас дела не идут дальше, давай разойдемся. Как ты, как ты чувствуешь? У нас не клеится, да? Вот мы пытались то и то, и то, разные варианты, не подходят у нас, не подходят. Давай мы сейчас расстанемся, пока мы глубоко не вылипим друг к другу, не привязались. И, в общем-то, пойдем дальше. И останемся с тобой лучшими друзьями. Благодарим за то, что мы с тобой, слушай, мы хорошо пообщались, мы знали друга больше и лучше. Мы можем с тобой быть только друзьями в этом уровне. Согласен? И вот я предлагаю вариант. Как бы я, как мужчина, скажем, если я хочу инициировать это, я хочу сказать девушке так, чтобы ее не обидеть, как бы я это сказал. Окей? Значит, сначала нужно сказать самое лучшее качество, которое есть у этого человека, выразить самое лучшее качество, подчеркнуть за то, что найти искренне, вот увидеть то, что есть искренне у этого человека, что увидели, что в любом человеке есть что-то самое лучшее. Нужно только это увидеть, заметить и развить, и донести, показать. И вот поблагодарить этого человека за то прекрасное, что у него есть, за то, что он дал вам. И опять же, все искренне должно быть, да? И прочувствуй это все, высказывай ему в качестве благодарности, пометуй, что он был для вас учителем, и тренировочным объектом, на котором вы тренировали свои нервы, свои эмоции, понимаете, свои негативы бросали на него часто. И нужно за это его поблагодарить искренне. И потом пожелать, и потом следующий этап, после того, когда его поблагодарили, сказали, что основной месседж дали, что мы не можем быть вместе, мы должны расстаться, та-да-да, и что? И после этого пожелать человеку, поблагодарить, пожелать человеку всего самого наилучшего, всего самого наилучшего в его жизни. Итак, давайте повторим. Значит, Кира, мы говорим человеку о том, что в нем есть хорошее, все прекрасное, та-та-та-та, сейчас я демонстрирую, да? Говорим о том, что у человека есть хорошее. Окей, дальше, следующее, да. Также нужно сказать то плохое, то плохое, что человек мог бы сказать о вас. То есть, сказать самому, что вот я понимаю, что я вот такой не очень хороший человек, та-да-да, ты вот, я не сдержанный, я такой, я сякой, вот то, что она говорила про вас, да? Вы это должны озвучить. Окей, и потом подвести итоги. Я думаю, что вот я не вижу дальнейшего способа продолжения наших отношений, поэтому давай мы сейчас просто расстанемся, предлагаю нам расстаться и остаться друзьями, друзьями остаться. И после этого пожелать человеку всего самого наилучшего в дальнейшей жизни, чтобы он достиг того, чего он себе желает. Окей? Вот, пожалуй, такие шаги, да? Давайте сейчас и продемонстрируем. Сейчас я вот попробую это сделать. Я делаю экспромтом, ребят, может какой-то быть, немножко не сразится, но вы идею уже поняли, да? Итак. Маша. Маша, можно с тобой? Хочу поговорить. Можешь уделить мне пять минут? Я хочу что-то сказать тебе очень важное. Я бы хотел тебе передать. Давно уже хотел это озвучить. Все не подходило, не было какой-то минуты специально для этого. Маша, я хочу сказать, что ты очень хороший человек. Ты очень добрая. Ты заботливая. Аккуратная. Ты готовишь очень хорошо. И мне нравится с тобой гулять по лесу, спортом заниматься. Это так замечательно, так здорово. И мне нравится, как ты поддерживаешь меня, когда я в стрессе нахожусь с работы, прихожу такой уставший. И очень здорово, и классно. И мне это очень-очень нравится. Ты заряжаешь меня своей эмоциями, своей энергией. Я тебе очень благодарен за это. Ты очень хороший, замечательный человек. Я благодарен судьбе за то, что она позволила мне встретиться с тобой и получить этот опыт, который я получил, общаясь с тобой. Я искренне благодарен. Да, я знаю, что со мной было нелегко, что я не самый лучший подарок. Ты сама знаешь, что я нетерпимый, я порой очень требовательный. И порой бываю резок в своих высказываниях. И требую от тебя того, чего тебе не хочется делать. Я хочу, чтобы ты была королевой в моем королевском государстве. Чтобы я мог рассчитывать на тебя, как на тылы надежные, которые всегда со мной, которые не будут обсуждать меня с друзьями, с подружками, с мамой, с папой. Я хочу, чтобы моя жена всегда была со мной, закрывала мои тылы, была надежная. Чтобы она была тем человечком, на который я могу рассчитывать всегда. Извини, что я требовал от тебя этого. Это то, что для меня очень важно. Я знаю, что я также много тебе делал замечаний, когда ты одевала слишком открытую одежду, ходя на улицу. Макияжа много, одевала одежду, где видно твою грудь, твоя крытая попа и все такое. Прости, вот я такой человек, просто для меня это ненормально, я с этим не согласен. И все другие те претензии, которые я предъявлял тебе, я знаю, что для тебя это было очень трудно и тебе это было неприятно. Прости меня, пожалуйста, за это. Прости меня, пожалуйста, за все то, что я причинил тебе, за все какие-то неудобства, за все мои претензии, какие-то моменты не очень хорошие. Я делал то, что я чувствовал в этот момент. Я такой, какой я есть. И я принимаю тебя такой, какая есть ты. И так получается, что я не могу, я осознал, понял, что я не смогу сделать тебе счастливой. Я не смогу тебя сделать счастливой, понимаешь. Ты очень хороший человек, у тебя очень много прекрасных качеств. И во мне нет того, что нужно тебе. Тебе нужен мужчина, который будет бегать за тобой, будет делать то, что ты скажешь, который не будет тебе перечить, который будет позволять тебе ходить ночью, где попало, среди горда, возвращаться в 5 утра, неизвестно где, ходить в открытой одежде, позволять, чтобы мужчины другие висли на тебе. Прости, я не могу этого. Понимаешь, я не тот человек. Я не могу этого сделать. Это против моей природы. И поэтому я осознал, что при всем тех прекрасных качествах, которые есть у тебя, я просто не могу сделать тебя счастливой. Я не хочу давать тебе ложные надежды, пользуясь тобой, пользуясь тем, что у тебя есть, твоей красотой, твоей энергией. И обещать тебе, что я могу сделать тебя счастливой. Поэтому я после долгих раздумываний понял, что нам лучше расстаться. Нам лучше расстаться. Это будет лучше для тебя и для меня. Потому что чем дольше мы будем тянуть эту резину, тем труднее будет нам расстаться позже. Я считаю, что нам лучше расстаться сейчас. И тогда меньше будет залипаний. Ты сможешь начать новую жизнь. У тебя столько поклонников. У тебя столько мужчин вокруг, которые тебя любят. И наверняка ждут, когда ты скорее избавишься от этих отношений сегодня, когда мы с тобой находимся в этих эксклюзивных отношениях. И что они ждут, прям не дождутся, чтобы взять тебя в свои объятия. И я уверен, что ты найдешь того человека, который сделает тебя счастливой. У тебя очень много поклонников, и у тебя с этим проблем не будет. Если тебе нужна какая-то помощь, обращайся. Я с удовольствием помогу тебе, чем смогу найти свое счастье. Могу даже проконсультировать. Ты знаешь, что я занимаюсь этим вопросом. Я с удовольствием помогу, когда ты найдешь того человека, с которым ты готова сказать «Айду». Когда вы дойдете уже до этапа «Женить бы перед этим последним словом», я готов сказать тебе свою подсказку, помочь тебе прийти к этому этапу. К счастью, мы сегодня с тобой только на этапе выбора. И здорово, что мы сейчас с тобой узнали, что мы не подходим до того. Представляешь, это классно. А если бы мы с тобой протянули еще полгода, год, вот в этой помолвке и перед самой свадьбой, мы бы узнали, что елы-палы, поняли, что, блин, елы-палы, мы с тобой не подходим друг к другу, ты представляешь? Это было бы намного сложнее, намного болезненнее. Поэтому это классно, мы с тобой совсем не так долго были вместе, всего лишь три месяца. И это здорово, что мы с тобой могли узнать друг друга, раскрыть все эти наши темные стороны, которые у нас есть, и осознать, что мы друг другу не подходим. Мы не подходим друг к другу. И я желаю тебе, чтобы ты нашла вот тот мужчину, с которым ты будешь счастлив, который сможет... С которым ты будешь гармонична, тебе не нужно будет себя ломать, тебе не нужно будет себя переделывать, ты будешь такая, какая ты есть. Это так важно, чтобы человек чувствовал себя, явился таким, как он есть на самом деле. Это так здорово. И очень важно, чтобы было совпадение, гармония между людьми. Понимаешь, у нас нет полной гармонии, потому хотя бы минимум, который у нас должен быть на трех центрах. Да, у нас с тобой на двух чакрах очень здорово. На первой, на второй. Ты супер, ты супер секси, ты супер чувственная, классная. И я готов был бы пождать еще полгода, чтобы с тобой прыгнуть в кроватку и вместе обняться, и заняться любовью. Сейчас приходится только вот обниматься с тобой. И даже делая только это, я чувствую, какая ты женственная, какая ты прекрасная, какая ты чувственная, какая ты сексуальная, какая ты хорошая женщина. Но понимаешь, этого недостаточно для того, чтобы иметь гармоничные отношения. И я думаю, что для тебя и для меня лучше будет просто нам расстаться сейчас и пойти своим путем. и найти свою половинку. Найти свою половинку, с которой мы можем легко настроить отношения, не ломая себя. Потому что очень важно, мы не должны ломать себя как кардинально. Должно быть совпадение хотя бы на этих трех каких-то центрах. Желательно, чтобы один из них был духовный центр, хотя бы сердечный. И тогда легче строить все остальное настроечку. И я рад, что мы узнали это сейчас, на таком раннем этапе отношений. И я желаю тебе всего самого наилучшего в твоей жизни. И ты знаешь, всегда можешь рассчитывать на меня. Но мы останемся с тобой просто друзьями. Иди, стая, я тебя обниму. Иди, я тебя обниму. Хорошо? Ну, как хорошо все, здорово. Не переживай, все будет классно. Все будет хорошо. Все будет классно. Give me five, girl. Е-е-е, супер. Классно. Фу, так здорово. Мне так легко стало, что я и сказал тебе. Я думал, переживал, знаешь, что. Думаю, как я тебе это скажу. Я сейчас сказал тебе, мне так аж легко стало, так классно. Тебе тоже хорошо? Да, классно, слушай. Give me five. Э-е-е-е, тебе классно, супер, отлично. Э-е-е. Э-е, здорово. Смотри, как хорошо, что мы это сказали сейчас и не тянули так долго. А то вот ты бы мучился, я бы мучился, понимаешь. Кстати, время проходит, а мы не счастливы, потому что у нас нет перспективы развития полноценных отношений. А так мы сейчас с тобой расстанемся на том высоком этапе, подъеме, когда мы чувствуем, что нам классно. Но мы понимаем, что просто мы разум понимаем, что чувства этого недостаточно, что у нас нет чего-то другого. Но это не страшно, потому что люди разные имеют совместимость. У нас с тобой совместимость только на этом. И это тоже классно. Значит, мы с тобой можем остаться друзьями. Вместе в походы будем ходить, вместе на тренинги будем ходить, будем лекции читать, что-то еще. Ты когда найдешь себе парня, призови меня, позови. Я обязательно подскажу тебе, помогу определиться, тот ли этот человек, с моей точки зрения, или тот человек. Помогу вам пройти тест виртуальные игры реальной жизни, просимулируем разные ситуации, полеты, чтобы вы прочувствовали, прошли реально. То есть мы пройдем все этапы, ты построишь мадамский набор, джентльменский набор, проверьте, помогу вам совместиться, все будет классно. Мне вот легче с тобой общаться будет вот так вот со стороны, как вот твой друг. И тогда будет все классно. И я буду счастливее, когда ты станешь такой счастливой. Хорошо? Джай. Супер. Спасибо тебе огромное. Благодарю тебя за то, что ты есть. Благодарю тебе за тот урок, который ты мне дала. Это был бесценный урок. Я тебе очень-очень благодарен. Благодарю тебя за это. Намасте. Эй, друзья, вот это был мой монолог, как прощаться. Я предложил, как прощаться мужчине с женщиной. Как вы поняли, суть такая, да? Я немножко отошел глубже в сторону, так, может быть, немножко дольше разыграл, а я просто был по чувствам. Но идея какая, да? Мы должны расстаться красиво, с чистым сердцем, без претензий до другого, без претензий к партнеру, и чтобы партнера претензий не было к нам. Ну, партнера могут остаться претензии, это уже его проблема. Он, наберя в себя, карму берет. Но идея какая? Я должен сделать все то, что я должен сделать, чтобы не обижать человека, не делать ему больно. Я должен поступить по-человечески, правильно, красиво, как мужчина, чтобы девушка чувствовала себя не как только вымель ее метлой, типа грязной, пошла вон, типа, да? Это будет очень унизительно, это нехорошо делать. А нужно поблагодарить человека за тот урок, искренне поблагодарить за то, что она дала, за то, что она была с вами, за то, что она дала возможность пообщаться, потренироваться, познать себя, увидеть себя и так далее, за то, что она терпела там ваши какие-то проблемы и так далее. Вот за это мы должны поблагодарить человека искренне от всего сердца. И тогда все будет хорошо, тогда у вас не будет претензий, не будет привязок, и ваши бывшие отношения, несостоявшиеся, будут для вас, станут для вас лучшим другом, а это очень здорово, это очень важно, чтобы мы остались в хороших отношениях, и чтобы у нас были дружеские отношения, хотя бы так, ну, насколько это можно, быть дружеские отношения между мужчиной и женщиной, да, в общем-то, вот это очень важный момент, друзья. Ну вот, пожалуй, все, в общем-то, как нужно прощаться, и по такому же принципу можно сделать и для девушки то же самое. Я сейчас попробую сделать вариант еще один, прощание девушки, прощальное письмо, say goodbye later from the girl to the man, окей, это будет в отдельном видео. А сейчас все, друзья, я должен сказать вам намасте, любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг камеры, здесь я все забываю, и любовь вернется вам стариться, и, друзья, хе-хей, ваши замечания, ваши подсказки, пожалуйста, сделайте, а доброе дело, поделитесь, как бы вы сказали думать, какие-то другие варианты, как вы делали, как у вас это было, такие подобные ситуации, делитесь, потому что чем больше вы делитесь другой информацией с другом, тем лучше для нас всех. у нас комьюнити, мы должны друг другу помогать, хе-хей, все, друзья, прощаюсь с вами, намасте.